Привет, меня зовут Саша Малевич и в следующие 15 минут я буду рассказывать вам про сверхзвуковые самолеты в гражданской авиации. Почему про них? Ну, потому что они классные. Вот он. И еще вот он. И еще. Но вообще, если серьезно, то сверхзвуковая гражданская авиация – это очень перспективная сфера, одна из самых интересных, но и в то же время одна из самых сложных. Давайте, в общем, по порядку. Поднимите руки, кто до этого знал, что сверхзвуковые самолеты использовали в гражданской авиации. Хорошо. Кто знал, что они использовались в 30 лет? Ну, в общем, я уже рассказала что-то новое, можно, наверное, уходить. Но давайте вообще разберемся с этим всем серьезно. Что такое преодоление звукового барьера? В общем-то, скорость звука – это скорость распространения волн в среде. Причем для каждой среды это скорость разная. В среднем скорость звука меньше в газах и больше в твердых телах. Скорость звука, мы говорим сегодня про авиацию, поэтому скорость звука в воздухе также зависит от температуры, давления и влажности. Например, при температуре плюс 35 она будет 1266 км в час, а при температуре минус 25 уже 1136. Чтобы это все не усложнять очень сильно, нам понадобится число маха. И меня, конечно, могут сильно заругать технари, но давайте возьмем скорость преодоления звукового барьера равна числу маха, один мах. Развивая скорость звука, развивая скорость выше скорости звука, то есть больше одного маха, в нашем случае самолет, начинает опережать звуковые потоки и оставлять за собой вот такой конус. То есть самолет опережает звуковой волной, звуковая волна следует после него. Теперь поговорим немного про историю. В 1947 году Чак Негер преодолел звуковой барьер. Преодолеть звуковой барьер пытались очень много лет, но не получалось по ряду технических причин. И, в общем-то, в 1947 году ребята из Бэйл Эйркрафт немного апгрейдили самолетик, собрали все данные о проблемах и разогнали его до нужной скорости. И, в общем-то, на выселе 12 тысяч метров он преодолел скорость звука, достиг скорости 1166 км в час. Пока технологии шли все дальше, пассажирская авиация переставала быть прерогативой только богатых своих населения. Индустрия развивалась, и особый пик начался в 50-х годах. Для сравнения, только в Советском Союзе в 1940 году перевезли в три раза меньше пассажиров, чем в 1950. В принципе, логично, что эта сфера становилась все более интересной, потому что тогда считали, что чем выше скорость, тем больше ты можешь принести, грубо говоря, денег. В 1961 году сверхзвуковой барьер преодолел первый пассажирский самолет. И это Douglas DS-8. Его крейсерская максимальная скорость составляет 950 км в час. И, может, кто-то хочет угадать, как получилось 140 тонн, как 140 тонн крейсерской скорости меньше, чем скорость звука, преодолели звуковой барьер. Да. Да, они вывели самолет в пилотируемую пике с высоты 12 тысяч метров, и на 16 секунд он вошел, он в 16 секунд преодолел скорость звука. Примечательно, что когда пилоты попытались его вывести из пилотируемого пике, у них не получилось из-за перегрева стабилизатора. Поэтому пилоту пришлось нырнуть еще глубже и потом дать системе разгрузиться и вынырнуть. Очень такая сумасшедшая история на самом деле. Но они молодцы, у них получилось. В общем-то, вот этот самолет, его потом продали в эксплуатацию, он после этого еще летал достаточно долго, все с ним было хорошо. Вернемся мы к моделям, которые действительно проектировались для того, чтобы летать на сверхзвуковых скоростях. В истории человечества их было всего два. Ну, два именно реализованных проекта, были концепты, наработки, которые не вышли в продакшн, грубо говоря. Этими двумя были Тур-144 советский и британо-французский «Конкорд». В 1962 году Британия и Франция объединила для того, чтобы построить первый пассажирский сверхзвуковой самолет. У них были до этого свои наработки, они презентовали прототипы пассажирских самолетов сверхзвуковых на выставках, поэтому, в принципе, в этом не было никакого секрета. У них ушло 200 тысяч человек ресурсов, 7 лет работы и 1 миллиард фунтов стерлингов дотации для того, чтобы это случилось все-таки. Но, так как то время обязывало гонки вооружений, когда стало понятно, что есть даже теоретический шанс, что Британия и Франция будут строить свой сверхзвуковой самолет, в ЦК КПСС решили, что им тоже нужен сверхзвуковой самолет, при этом они должны быть первыми в мире. Ну, вы знаете. И, в общем-то, у них получилось. В 1962 году они выкатили концепт в журнале техника воздушного флота, через полтора года начали его разрабатывать и действительно стали первыми в мире, выпустив самолет на два месяца раньше, 31 декабря, 31 января 1968 года. После этого самолет модернизировали, он развивался из прототипов, который пытался выйти на какие-то более существенные версии. И в 1973 году его, вот, в общем-то, сборка, его презентовали на авиасалоне в Лабеже. Это ежегодный авиасалон. И в 1973 году, во время показательного взлета, он потерпел аварию. Погибли все члены экипажа и четыре человека, которые были на земле, потому что разбросал обломки на город, который был под авиасалом. Ну, в общем-то, все грустно. Они забрали самолет, да, проектировали его, потом еще пару раз выставляли на том же авиасалоне, но он не летал как пассажирский самолет. Пока, в 1977 году, Брежнев не съездил в Францию, и ему показали уже готовый «Конкорд», который летал в Рио-де-Жанейро. Тогда он, в общем-то, вернулся, как гонка вооружения все-таки обязывает. Он сказал, вызвал на ковер и сказал, сделайте так же, как мы тоже хотим, свой сперзвуковой пассажирский самолет. До этого чудо-инженерной мысли, которую конструировали несколько лет, ввозила почту в Алма-Ату. После этого, после визита Брежнева во Францию, его быстренько ввели в эксплуатацию. Он выполнял рейсы только по маршруту Алма-Ата-Москва. И, в общем-то, поработал всего 7 месяцев, перевез 3000 пассажиров. А вот уже в 1978 году, когда тестировали другую версию этого самолета, она, в общем-то, разбилась. Это стало официальной причиной отказа от эксплуатации. Но на самом деле проблема с Тур-144 была в том, что он был нерентабельный абсолютно. Разработка ввелась таким образом, что классическая модель, которая использовалась для перевозок в Алма-Ату, имела ограничения по дальности. То есть, хватало топлива долетать до Алма-Аты. При этом, если Алма-Ата и Ереван не принимали борт, ему просто некуда было садиться, потому что у него не было запасов топлива. И вот Тур-144-Д, который разрабатывался, должен был стать более дальним самолетом, соединить Москву-Хабаровск, Москву-Владивосток. Но, в общем-то, ничего особо не получилось, потому что аварии у Тур-144 и Тур-144-Д происходили регулярно. Один из них разбился, несколько из них получали повреждения на посадочных полосах во время разогрева двигателей. И, в общем-то, когда умер Брежнев, руководство нам надоело возиться с нерентабельным проектом, который постоянно не работает, и его просто закрыли. То есть, всего было выпущено 16 самолетов. Единственное, что с 95 по 99 год Тур-144 сильно модифицировали до версии Тур-144-Л и использовали в НАСА как летающую лабораторию. Четыре года он просто летал, пока ученые собирали данные. Из всех 16 самолетов 7 пустили на цвет металлы, а остальные находятся сейчас по музеям в разных уголках России. Теперь, в общем-то, вернемся к... Сложная таблица. Вернемся к Конкорду и перелетам над Атлантикой. Тут важно сказать, что кто-то может ошибочно думать, что Тур-144 и Конкорду это практически одинаковые самолеты. На самом деле нет. Они визуально очень похожи, но так должно было случиться, потому что сверхзвуковые скорости откладывают некоторые требования на самолеты. Но, в общем-то, вот тут вот, если кому не видно, они отмечаются по ряду показателей, и Тур-144 в принципе выигрывает во всем, в скорости, в требованиях по посадочной полосе и так далее, и так далее, кроме дальности. Потому что классический Тур-44, вот, Алмата, это предел. А так как сверхзвуковые самолеты задумывались как транспорт, который может соединить дальние расстояния и помочь людям преодолеть за 3 часа маршрут из Парижа в Нью-Йорк, или за 3,5 часа из Москвы в Хабаровск, никому просто не нужен был спорезвуковой самолет, который летает 4 с чем-то тысячи километров. Возвращаемся, в общем, рано-рано, но возвращаемся в Конкорду. Изначально планировалось сделать около 200 Конкордов, на 74 из них поступали предзаказы от ведущих авиаперевозчиков, но разработка Конкорда заняла слишком много времени. За 7 лет пока... Сначала 7 лет они просто разрабатывали прототип, потом еще некоторое время на введение в эксплуатацию, на получение летных сертификатов. Произошло сразу несколько событий. Во-первых, случился топливный кризис, цены на авиационные дарючи слишком подорожали, и так как Конкорд и любой сверхзвуковой самолет потребляют гораздо больше топлива, это стало просто нерентабельным. Во-вторых, вышел Boeing 747, который немного подвинул как конкурент, своего рода конкурент, потому что тогда стало понятно, что в принципе у любого человека среднего класса есть деньги на то, чтобы перелететь через Атлантику. А Конкорды, как и Тушки, они были прерогативой более обеспеченных слоев населения, потому что билеты на них стоили примерно на 30% дороже, чем билеты на обычные рейсы. И в конечном итоге было сделано всего 20 Конкордов, 4 из которых все они эксплуатировались только British Airlines и Air France, ну потому что это государственная компания-перевозчики, причем последние 5 из них были проданы по цене в 1 франк или 1 пункт стерлингов по символической цене, лишь бы хоть как-то ввести их в эксплуатацию. Кроме того, когда Конкорд уже начал совершать сверхзвуковые полеты, на полгода Конгресс США разложил вето на посадку, а так как он разрабатывался преимущественно для того, чтобы соединять дальние расстояния, вот это витирование собрало некоторую роль. Запретили они, говорят, потому что на тот момент в США сами разрабатывали свой прототип сверхзвукового самолета Boeing 2707, который, в общем-то, так и не был собран. Какие заказы на него отозвали, это повлекло за собой, по-моему, увольнение 60 тысяч людей, потому что заводы все яклипросы, ну, никому не нужны были, разработку свернули, и, в общем-то, на этом все. Тем не менее, несмотря на то, что Конкорд постоянно столкнулся с трудностями, он успешно летал 30 лет. В основном, основные маршруты, это был Лондон-Нью-Йорк, Париж-Нью-Йорк, Лондон-Барбадос. Кроме того, нерегулярные перевозки в Бахрейн, Дакар, Сингапур, Торонто, Нехико, Вашингтон и так далее. Эти рейсы не приносили никакой прибыли. Они были как бы загружены, но они не приносили никакой прибыли, потому что обслуживание самолета обходилось очень дорого. Какие-то деньги компании и перевозчики получали за, грубо говоря, за задачу самолета в аренду. То есть, когда самолеты арендовались как чертовые рейсы, это позволяло хоть какой-либо доход получить фирме. Но забавный факт, это единственный случай в истории, наверное, когда люди приходили, приезжали специально в Париже, Нью-Йорк и Лондон, чтобы посмотреть, как заходит на посадку сверхзвуковой самолет. Просто так себе факт. И неизвестно, сколько бы летал «Конкорд», если бы в 2000 году не потерпел катастрофу в аэропорту Шарль-де-Голь. Это, условно говоря, не было катастрофой по техническим причинам. За 27 лет эксплуатации на тот момент «Конкорд» не потерпел ни единого крушения. А дело, в общем-то, было так. После взлета самолета «Дуглас ДС-10» на взлетной посадочной полосе осталась титановая деталь от двигателя. Она не была критичной. Они просто улетели, деталь никто не убрал. И во время разгона «Конкорда», а он заканяется на скорости 380-400 км в час, он совершил наезд на титановую деталь. Та новая деталь пробила шину, шина лопнула, воспламенилась. Куски от шины пробили топливный бак, еще какие-то куски вызвали короткое замыкание. Это все перекинулось на двигатель. Двигатель загорелся. «Конкорда» — четыре двигателя. Двигатель загорелся, и, в принципе, они взлетали уже горящими и собирались посадить его в Левурже через несколько километров. Но мы просто не успели, самолет потерял управление и разбился, врезавшись в отель. И погибли все члены экипажа, погибли все 101 человек на борту и еще четыре человека, которые в этот момент находились в отеле. На время расследования все полеты пристановились для технической экспертизы. Но, в общем-то, все следующие года Air France судился с компанией «Дугласа». «Дугласа». «Дуглас» судился со своим механиком. Все члены семьи пассажиров судились с Air France. И это все продолжалось до 2003 года. И в 2003 году полеты «Конкорда» специально запретили. Снялись в корпусе, потому что они как бы нерентабельны. Таким, в общем-то, образом закончилась вся история. И все самолеты находятся по музеям. Их можно найти в Европе, в Штатах и в Британии. Только один самолет, который был в 1982 году, пущен на запчасти для других «Конкордов». В общем-то, это все. И логично задать вопрос, почему самолет, который на то время считался техническим прорывом, а системы, которые использовались в «Конкорде», были впервые применены на сверхзвуковых пассажирских самолетах. То есть это были абсолютно новые решения, которые до этого никто не делал. Почему самолет потерпел на рынке такую неудачу? И здесь есть на самом деле несколько причин. Здесь и высокая стоимость разработки, и высокая стоимость обслуживания, большие топливные затраты, постоянные процессы секторных экологов и местного населения, высокая степень изнашиваемости самого самолета, отсутствие широкой карты маршрутов. «Конкорде» нужна была более длинная посадочная полоса, чем стандартным самолетам за счет скорости разгона. В общем, все это вместе сложилось в том, что самолет просто не прижился, если так можно сказать. И все дело в том, что самолет и вся эта разработка существенно опередила свое время. Возможно, если бы они вышли сейчас, все было бы совершенно по-другому, и нам бы не пришлось вестись по 10 часов на рейсах из Парижа в Нью-Йорк. В общем-то, на этом все. Спасибо за внимание. У кого есть вопросы? Сейчас многие экологи и прочие скептики по поводу скоростной авиации говорят, что наравне с космическими запусками это повреждает озоновый слой и делает прочие страшные вещи. Имеет ли при этом скоростная авиация вообще шансы на развитие в гражданском секторе? А вы не понимаете, у нас в прошлый раз была отличная лекция про озоновый слой. Мне очень жаль. Вот. А на вы, я вам советую посмотреть. Если коротко, то сильно преувеличенные вещи, так и иначе, связанные с разрушением озонового слоя и с тем, что мы будем с вами скоро уйти. Но вы в лекции видели? Посмотрите ее обязательно. Она хорошая. По поводу сверхозвуковых самолетов, ну... Субтитры используются успешно военной авиацией. Постоянно. Всеми странами. Я не думаю, что эта проблема выглядит настолько существенно, насколько они пытаются подать. Вот так. Хотелось бы вот что уточнить. Окей, у нас есть два самолета, то есть 144 и Concorde. Первый самолет, 144-ка, это Москва Советского Союза, что мы можем найдем, переделанный из военного самолета. Глубокая переделка. Они все деланы из... Ну, да. И более плохие двигатели несут. Поэтому больше расход горючки. Проблема царка, собственно говоря. И Concorde. И он нерентабелен. То есть его целевая аудитория была, это люди, которым очень нужно вовремя успеть. Огромные цены на билеты. То есть хорошо. Просто если они были бы более массовыми, был бы у них потребитель или нет, вот в чем вопрос. То есть у нас есть Мрия, она крутая, но, окей, есть Русланы, которые выполняют ту же функцию, и за меньшие деньги, и не надо возиться с огромным-огромным крутым самолетом, но по итогу больше, чем один бесполезный. И мой вопрос, по сути, в том, вот если бы он был сейчас или в будущем, то есть, в принципе, какой смысл в сверхзвуковой пассажирской авиации? Вот именно конкретный смысл существования этого явления. Ну, смотри, во-первых, два замечания. У Ту-144 расход топлива был меньше, чем у Concorde. Ну, так себе, так себе. Да, 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 там дальше есть табличка, могу сказать. Во-первых. Во-вторых, увеличение какой-либо модели на рынке, грубо говоря, возьмем это с самолетами. Чем больше будет самолетов, чем более широкую сеть они будут охватывать, тем меньше будут стоить на них билеты, потому что так работает конкуренция. Ну, то есть, как бы тебе объяснить. Им придется конкурировать, если они занимают маршруты, которые занимают обычные самолеты, простые Боинги и Аэробусы, им придется конкурировать за потребителя, потому что если ты создаешь, допустим, карту на 200 направлений, тебе нужно как-то привлекать, и тебе приходится понижать цены. А смысл в том, что, ну, смотри, все становится быстрее, и мне становится быстрее, и вообще, как бы, удобнее 3 часа лететь вместо 10-12, типа, я по себе говорю. Вообще. У меня вопрос. Сейчас ведутся разработки, как бы ты много смотрелись, сверхзвуковой авиации? Ой, сейчас много говорят уже про гиперзвуковую авиацию, но она пока есть только так, в проектах и на бумаге. По сверхзвуковой авиации мне сегодня буквально коллега скидывала новость о том, что НАСА собирается возрождать конкорд для пассажирских перевозок, но я, к сожалению, не успела проверить, насколько она достоверна. То есть там был линк на The Telegraph, я просто не успела прочитать, поэтому не могу сказать. А частные компании, то есть сейчас наблюдается такая тенденция, например, или частные космонавты, которые развиваются? Илон Маск на презентации, кстати, сказал, что сразу будет переход к гиперзвуковой авиации. То есть он, когда презентовал концепт своего корабля, если ты смотрел презентацию Маска про Марс, он, когда показывал концепт своего корабля, говорил, что он в том числе будет летать в качестве пассажирского, так сказать, самолета, так как он на 100, пассажирского корабля, так как он считан на 100-200 человек, и там чуть ли не за 20 минут из Нью-Йорка в Токио можно будет перелететь, и все у нас будет хорошо. Ну, это и сейчас на космонавтике. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»!